Власти села Пашга Сыктывдинского района, как и другие их коллеги, на местах вынуждены чистить сельские дороги в долг. По словам руководителя администрации, снежная зима съела все денежные запасы местной казны еще в январе. Сегодня технику заправляют под честное слово, и село все же стараются чистить. Виктория Палкина о том, как работает долговая система. На своем МТЗ Андрей Мелишев каждый день наматывает несколько десятков километров. Новенький трактор сельского механизатора еще ни разу не подводил. А вот к небесной канцелярии у мужчины много претензий. Зима в этом году выдалась снежной. Одной солярке сожгли сотни литров. Полный бак 130 литров на два дня. Это если только в дневном режиме работать. А если еще ночью пихватывать, то можно и за сутки жить. Нагузка большая, снега много. Покать много надо. Пока тракторист Мелишев жалеет сожженную солярку, в местной администрации считают убытки. В прошлом году на чистку сельских улиц и проездов потратили чуть больше 340 тысяч рублей. В этом году снежные расходы идут на рекорд. На первый квартал 2015 года было заложено 100 тысяч рублей. Данный лимит был расходован еще на январских праздниках и за весь январь. На февраль средств уже не осталось. Нам помогают наши местные предприниматели, которые оказывают содействие в расчистке по договорам, заключенным в долг. Было написано «Хатайство в район, где одобрено по уделению дополнительных средств». Долг за горючее уже превысил 200 тысяч рублей. Но ставить снегоуборочную технику на прикол чиновники не собираются. Тем более, что за чистотой улиц внимательно следят местные активисты. Мы заметили проблему с расчисткой дорог в интернете. Стали все жаловаться, в нашей группе получается ВКонтакте, что снегом чистят плохо. В связи с тем, что у нас погодные условия в этом году выдались снежные, мы решили пройтись по селу, посмотреть, как обстоит обстановка с расчисткой. В Пажге остается надеяться только на помощь Сыктывдинской администрации. Деньги, которые позволят погасить долги за глючесмазочные материалы, могут прийти уже после ближайшего заседания районного совета.